Ну что, план Ломоносова, на Умерсти Радио мы встретились на Тамане. Да, надо же. Не прошло десяти лет. Есть рубрика «8-миродомный групп». Ты смотрел какой-нибудь выпуск? Да, конечно, я залежу за тобой. Я все знаю тебя. Я смотрел разные. Разные панковые, металлые. Ты делал эту рубрику с группой Луна, и мне Лусь сказал, типа, хватит делать перепосты Доплера. Перепосты Доплера? Как бы мы с Димоном немножко поссорились, потому что он слишком, как мне кажется, топит слишком не за то, что хотелось бы Рокеру топить за темы, которые он топит. Вот, собственно, поэтому Доплер, привет. Собственно, рубрика «8-миродомный групп». Давай попробуем начать с группы «Смех». Группа «Смех» — это Леха вообще фанат группы «Смех». Ой, очень давно я люблю и вообще слушаю. Ребята молодцы. Какая у тебя любимая песня? Ну, блин, у меня много еще любимых. Ну, вообще... Первый, что сам первый, что на ум приходит? Все гамбургер знают, чизбургер, все дела. Ну, новый альбом очень понравился. Я респектнул, написал ребятам, все круто было. Да, нам понравился, кстати, альбом последненько хорошо звучит у них, прикольно. А мне нравится песня про Стива. Я считаю, что это лучшая песня группы «Смех». Ну, он обиделся, насколько я знаю. Обиделся, конечно, наверное. Но это же, понимаешь, тут смех ни при чем. Это же Боярский назвал его Стивом, поэтому... А Боярского еще... Ну, знаешь, мы делали большое интервью с Аспирином как раз в тот период. Он говорил, что, ну, Боярский просто оговорился, а типа Чуб сделал из этого мем, как бы. И он обиделся на Чуба, а не на Боярского. Решил хайпануть чуть-чуть. Сделал мем, еще, по-моему, удачный. Прикольно все, все сошлось. То есть, группа «Смех» — отличная группа. Мы с ними дружим, постоянно играем, концерты у нас. Мы стали в последнее время очень часто с ними пересекаться на фестивалях, на концертах. Кайфово. Хорошо. Вот этим летом, мне кажется, зарубежная группа «Fear Free Free Free» она сыграла на Доброфесте и на Парк Лайфе. И мне кажется, было очень много людей, которые впечатлились их выступлением. Вы с ними где-то пересеклись? Нигде не пересекались. Я их первый раз увидел, блин, еще до того, как они стали мейнстримом. Я их увидел, значит, такой видосик был, где чуваки приезжали на фургоне, короче, открывали вот эту тему. Там барабан-установка и просто на улице где-то... То есть прям фургон открывали и играли, да? Фургон открывали, там сидел барабанчик, это безумный гитарист из «Черриота», по-моему. Да, из «Черриота», моя любимая группа, да. И они, короче, начинали вот такой трэш на улице. Толпа стоит на улице. Да, толпа стоит, смотрит, да, а там просто сумасшествие. Они бегают, прыгают, вот это Орево стоит, он там по толпе носится. Ну, очень круто. Хорошая группа, крутая. И на самом деле они очень современные. Молодцы, что подошли так к звучанию. Ну, то есть это такой шаг дальше, как бы, в металле, мне кажется, такой некий есть. Конечно, не самое новое. Все погасло. Но мы на бэкапном свете дальше работаем. Отлично, да, здесь прекрасно сейчас атмосфера на Томане. Смотри, там играет Луна, рвется все, короче, МЧС. Ветра дует вообще. Да, есть люди даже какие-то, да, свет все тухнет. Очень круто вообще, прям, да. Боремся со стихией. Боремся со стихией по полной. Вот нам вчера повезло, да, в этом плане, конечно. В этом плане, да. Следующая группа — гражданская оборона. Гражданская оборона, ты чё, конечно. Летать вокруг всех измерений, там, и чё там. Ну, как тебе сказать, я, короче, мне, короче, на самом деле наш Саня Ильин эту группу открыл по-новому. Потому что я, как бы, такие группы русские вообще не очень люблю и слушаю, как бы сказать, да. У меня просто по текстам, понимаешь, когда ты сидишь в горах, грубо говоря, да, мы были в горах, и у тебя гитарка, кастерок. И ты играешь, короче, гражданскую оборону, нечего терять, там, и там про это, как его, про баб там с рельсами, чё-то такое. Я даже не помню текстов всех этих. Граница ключ прямо попал. Да, там, не, ну это, это самое, это херня, это ещё в институте, да, это же было известно. А тут просто такой, типа, крутая лирика и такая бешеная, какая-то психоделическая. Ну, музыка, конечно, качество у них так себе. Так в духе того времени ещё. Да, энергетика мощная, да. И был как-то раз даже пересечение с Егором Летовым в каком-то аэропорту, и мы даже прикалывались, такие, смотрим, мы такие, блин, это Ревякин или Паук? Кто это вообще? Постой, это же Летов, ёб, Летов, вау. Там легенда, он такой вот сидел там, чё-то ждал в аэропорту, блин, вот так, мы, здравствуйте, там, мы, там, группа такая-то, там, как дела, всё нормально, окей. Ну и всё. Вот и всё пересечение. Разбавим немножечко западными исполнителями. Группа Самфотел, они так давно альбом выпустили, новый. Да, 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 Самфотел, вот у Лёха тоже, да, Лёха, ты прям фанат же, да, Самфотел? Да, да, Самфотел одна из моих любимых групп, ну, ныне существующих, так скажем, в риньюн, восстановление, когда Дерек вылечился, наконец-то, от алкоголизма, это ещё стало ещё круче, чем было. Вернулся, как, конечно, Браун, я его называю, гитарист, Дэйв Браун, саунд. Вот, и новый альбом, ну, немножко они экспериментируют, конечно, вот со всякими, клипы, вот эти вот, нарезочки, такой экспириенс, ну, неоднозначно, но всё равно это Самфотел. У меня довольно мощненько, да, так вернулись синглы. На Кубане, мне понравилось, на Кубане, когда, вот, когда они приезжали, была Кубана, и там Самфотел играл, чувак, это было так круто вообще, я просто такой, типа, нихрена, как они такой звук делают вообще, такие гитары мощные, всё близко, прям у тебя, прям, у тебя в лицо всё фигачит, и очень всё прозрачно, всё понятно, очень энергично, то есть группа реально топовая, вот, и с них, ну, у них есть чем поучиться, по крайней мере, но русским группам точно. Звук у них всегда крутой. Звук очень густой, да, прям, я не знаю, как они тут достигают, блин, я посмотрел там всякие глиторгийки, там, на сайтах, чего они там, через что играют, всё то же самое, как и у нас, но только. Ну, видимо, в руках. Какая-то, да, какая-то вот хер есть, в руках, в ушах, не знаю, да, ну, вот, есть чем поучиться, крутая группа. Кстати, клипы я не видел последние, были что-то клипы? Да-да-да, у них синглы, и там клипы выходили на... Я что-то немножко потерялся. Мы смотрели. А, да, вот этот, да, точно, да, да, заебись группа вообще. Блин, я не попал на Люмин вчера. Ну, в целом, ты же, как есть, какое-то мнение у тебя об этой группе? Группа Люмин? Ну, группа Люмин, ну, какой... Вы с ними, кстати, тоже эту рубрику вчера снимали. Да-да. Группа интересная, группа давно уже существует. Честно говоря, их прямо так вот не слушаю, вот и до, но... Интересуюсь там каким-то, вот, даже не знаю, чем концерты. Мне нравятся концерты, знаешь, я люблю больше даже концерты, потому что на концерте... Одно дело, ты записал пластинку, вокальчик потюнил, там что-то подделал, там, да, там, навалился. Подделается играть живьем, да? Да, в другое дело живьем, бац, выходят люди, и ты такой, да, и сейчас, и очень часто так вот, особенно с молодыми группами, почему-то такое бывает, что... И ты видишь, что чувак не может петь, звук... Собственность своей партии не вытягивает. Все-то все не так, да, но, конечно, понятно, что мы тоже не идеальны, когда мы можем там и лажать, все такое, но просто есть какой-то предел определенный, когда вот группа, когда вот круто записывает и круто звучит одновременно на сцене, и вот тогда эта группа топовая. И обычно эти группы всплывают наверх, там, каким-то образом, там, собирают людей, ну, то есть не пустые залы играют. Группа «Люмин» — это уже культовая группа, вот, и еще будучи в «Тараканах», играл я в «Тараканах», мы даже совместные треки какие-то делали, там, у нас были какие-то гостевые участия, он приходил там. Вообще, по нему не скажешь, что человек рокер, то есть такой приходит, такой скромный пацанчик такой, его знает там. Очень, да, очень такой воспитанный, да, совсем? И сейчас мы ехали, короче, сюда на площадку, и «Тэм» стоял там такой одинокий, напротив кафешки СССР, что-то там, в телефончике, что-то там, чун-чун, нет, такого, «Тэм». Но мы на машине проехали, поэтому не поздоровался. Ну, хорошо, раз ты упомянул, что ты играл в группе «Таракана», давай группу «Таракана», поговорим о группе «Таракана». Группа «Таракана»? Я видел, ну, недавно последние были имфоповоды, то, что там был конфликт с Николаем Стравинским, ты тоже там высказывался? Да, высказывался, да. И даже пришел в гримерку к Дмитрию Спирину, у меня была идея. А что же такого Дэн Хромых и Леха Назаров рассказали про группу «Тараканы»? И еще про пару групп вы узнаете, если дождетесь второй части «Восьми рандомных групп» с планом Ломоносова. Она будет не менее интересной, чем первая. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.